Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! В эфире Репост онлайн У нас сейчас прямая трансляция сессии городского совета ровно 10 часов сессия уже начинается в проживании Морщитесь! Так, начинаем працанать Витать хочу из святами, яки прийти, яки сьогоднішние святые Мы краще им подготовим Так Шановные бутаты, до запрошения До сборок Субтитры делал DimaTorzok 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 Дали свои за год отчеты о работе полностью на 3-4 страницах о том, чем занимается общественная организация. Ни Доки, ни следующий товарищ, который сегодня выносит на первый вопрос додатковый, не дали бумаги даже о том, чем занимаются, какие вопросы решают и где и как эти все вопросы занимаются. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 даёт на среднюю статистичного учения, на дитину, на загальную учительную школу. То есть, по сегодняшним раскладам, первая школа полностью вкладывается в то, что даёт государство. У нас есть вторая, третья, четвертая, чего другая? Потому что под вторую школу у нас ПТУ, которая конче, что нужно, очень нужно ПТУ. Но оно под школой. А школу финансирует государство. А государство не смотрит, что там у нас ПТУ. У него школа. И кількість ученей. Все. Тут у нас есть третья авторская школа, которая, звичайно, по своему статусу, по своему авторскому навчальному плану, великую кількість коштей перетягнует на себя. Например, если в загальноосвитной школе при 28 учениях класса, мы в изучении английского языка делим класс на 2 группы. В авторской школе при 24 группе делится на 3 группы класса. Потому что там повлипленное вивчение. Так, подчекай. Добавьте, это слово. Вот, подчекай. Вот, подчекай. Не надо меня перебивать. Я сама забьюсь. Так, ось. Далее, четвертая школа. Под четвертою школой есть что? Есть дичачий садочек. Это нас в городе, нас влаштовывает. Нам это нужно. Потому что сегодня, скажем, поддерживают. И мы понимаем, что инициативы нужно поддерживать. И их цель нацеливает и наша государство. Но государство сегодня не финансирует, извините, наши добавки, наши статусы. Она просто пишет, что просим вас поддерживать. И эту инициативу. И продолжайте, например, экспериментом до 2018 года. А где прошло? Мы не против. Поэтому на сегодняшний день складывается такая ситуация. Что мы не можем людей извольняти в викону из школы. Раз, сколько годов в школе уменьшается. Потому что нужно уменьшить, чтобы влезть от этих трансфер, этих субвенций. Треба уменьшить количество годов, а значит, финансов, которые идут на эти годы. Значит, навантажение учительов уменьшится. Воно было больше-менее. При этом стабильном, чуть-чуть, взрослевшем долгом. Больше-менее. Ситуация была нормальная. А сегодня караул. Ну, просто караул. Тобто, молодые специалисты. Нижал, как який? Ну, на 100 гривен больше, чем у технички. 1319 гривен. Это брудные. А если сегодня даже не 18 гривен. А если еще меньше. Потому что мы должны были все учиться, чтобы влезти в эти субвенции. Чтобы влезти в эти государственные деньги. То есть, ну, не могла я вставать в пост и говорить, извините, первая школа власть свои деньги. И, конечно, не ждите меня. Почему? На нашего города 4 школы. И это же, ну, мы, как на одному пяточку, как в великом селе. Все один одного знаем. Мы не можем пойти на тех, чтобы звольняли кого-то среди другого. И звольняти не можем. Чего? А есть же, вибачь, экзот. Чтобы на звольнение треба идти час, а у нас нема ни часу, ни грошей, ни чего. Поэтому мы пошли на это, и в первой школе на то, чтобы каждая школа от чего-то отмолилась. Вот так, например, отмолилась от индивидуального учения одного хороя дитина. А мама сегодня говорит мне, извините. Я против. Раз мне дали доведку, что нужна эта дитина. И она так и нужна, потому что у первого класса была на индивидуальном и проблеме там. Это же не то, что придумано. Ну, я ее умоляю. Прошу и до конца навчального года, чтобы она, дитинация, пішла в загальний класс. Еще не знаю, что это видится. И так далее, и тому подобное. Сегодня мы группы продолженного дня скоротели. Во-первых, в школе две группы, хотя не меньше группы продолженного дня на школе. Не в этом справа. Мы сменшили группы. А кто ходит в группы? Те и дети. Батьки в этих группах очень потребуют этих групп. Потому что они едут на приходовый завод и в день, и в ночь, або на целый день, и не могут прибегать домой, напармить дитину. Доктор, если мы детей сегодня, либо другого группы, мы, мы распихаем по другим группам, где перевантажение так много. Но если мы просто отмолимся, то извините. А когда же мы из этих детей делимся? Сегодня мы не будем платить вчителям, то завтра будем платить кому? Милиции и других службам, которые будут главными. Как дитину оставить без нагляда, если она еще дитина? То есть, нужны эти группы. И не нужно сравнивать действительно с другими местами. Даже с теми Лечивским, которые для нас показывают сегодня. Почему? Потому что там, как мне сказали, там нет таких непередных предприятий. Чтобы они, скажем, на целый день родители поехали, или даже в ночь, и детей должны оставаться. А у нас есть. У нас в Коте завод непередного производства, предприятия. Потому что ситуация, конечно, действительно, для нас проблемная. Я не знаю сегодня, как, по-берше, люди будут выживать, вчителям. Мы все сделали. Роздалилися по крикам, чтобы кто-то в руки одерживал. Но, извините, за этот крик, крик, ну, просто не носимо. Не знаю, сегодня у меня одни слезы, один плач, как одна, одинокая мама, виховывает ребенка, и можно за все заплатить за 1000 гривен. Если все эти надбавки нам сменьшили до минимума, они есть. Решения к обміну есть, и надбавки есть. Но из 20 до 5. Там материальное стимулювание, например, из дохода может быть до 10%. Заклали. Потому что не можно иначе внести в субвенции. Тому, пропозиция все так и така. Зрозумите, что все люди, из-за повышения цены, а замороживания и даже снижения в какой-то мере зарплаты, встрачают великие суммы. И сегодня мы просто не знаем, как это вопрос решить. Но пропозиция есть такая. Принятый бюджет, но думать над тем, как помогать сегодня педагогам, лекарям. Как помогать. Когда мы это решили, как мы. Была у нас муниципальная надбавка. Мы решили ее. Муниципальную надбавку. Было так, что мы доплачивали за коммунальные послуги. Каждому педагогу, лекарю, бюджетному. Доплачивали коммунальные послуги. Было и так в нашем... Если в те старые депутаты, то это помнимают. Что так было. То есть, искать вариантов материальной допомоги, если государство не поддает по-нормальному. Про свою обучение и медицину. Иначе... Ну, извините. Знадебный учитель, понимаете? Что он может? Он не может поддерживать свою родину. Ну и детей, куда мы делаем. Дети должны быть в порядке. А мы сегодня... Кто от чего? Кто от чего? У нас, пожалуйста, именно конкретно сказали. Да. И, скажем, звернение есть и до Вас Володимир Миколаевич, и до Сергея Вивайовича, как главной комиссии, и до меня, как главной социальной комиссии. Звернение главных профспейковых комитетов, шкіл. Вот оно тут есть. Это не про что я сказал. Потому что мы просим узнать варианты, шукать. Сегодня принять, а завтра шукать. И чтобы шукать финансирование этих наших авторских, додатковых, престижных и так далее. Чтобы кто-то, извиняюсь, тоже подумал. Потребны нам эти шкоды? Конечно, потрібны. Но у нас не может быть одна дитина элитна, потому что она в такой школе, а другая, извиняюсь, недельная. У нас и дети лобнатовые. Если не так, поднимите руку и скажите, что это не так. Я сейчас хочу сказать, дать какие-то объяснения. Оля Васильевна, по школе 4, по школе Чорногола детский садок финансируется за рахунок бюджета места. Бюджета места. И второе. По ПТУ, что вы сказали, сейчас будет рассматриваться. Мы с вами будем это говорить. Что есть такой вариант, что с 1 вересня, так, Лебан, на вторую? С 1 вересня, может, выделим ПТУ окремную структуру, для того, чтобы ее финансировать с государственного бюджета. Тогда у нас больше денег остается на свете школы. Но мы сядем, будем говорить, как правильно, чтобы это было не еще для детей, а для города и так далее. И теперь, то, что вы говорите, что на коммунальный проплат, я не знаю, это интересное вопрос. Я еще раз наголошу на том, шановные депутаты и жители нашего места, у нас финансовая возможность есть допомогти и медицине, и освете. Но нет закону, как это правильно сделать. Если сегодня и наши медицинские працаны, которые освета с юристами, финансистами, они работают и скажут, найдут вариант в рамках закону, как допомогти, я думаю, что депутатский корпус будет на заслуживание. Так, Сергей Николаевич, Хутимович. Владимир Владимирович, я целиком уполненностью подписываю со всем тем, кто стал в Арта Васильевне. У нас еще есть координационный совет в городе. Может быть, вот тем учителям, о которых говорила Арта Васильевна, о которых Мальта-Магиночка, действительно попали в очень тяжелое положение, прежде всего, через координационный совет или компенсировать, или материально помогать вот эту разницу им доплачивать. В качестве материального компонента. Я не люблю, я даю пояснение. Есть законодавчая база. Мы можем, я ведь на улице, мы можем раз в год по закону дать 1200 гривен. Вот. А это как ведь, что она потеряла, все числи скажут, надо 4 тысячи. Не хочу рассказать, не хотите, что уходу не может обращаться, но тогда она будет. Да, 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 все видно. Ведь сказали, все сказали дальше. Да, просто хочется дать некоторое пояснение. Я не знаю, если Васильевна подготовилась к поступлению, понятно, это все на основе тех наших предварительных встреч, круглых столов и всего. Владимир Владимирович сказал сегодня главную определяющую мысль того, что нам нужно сегодня принимать этот бюджет, опять-таки, для того, чтобы начать финансирование, для того, чтобы уже за январь месяц и учителя, и врачи, и все работники бюджетной сферы получили зарплату, какой бы он сегодня ни был, он есть такой, как нам для него государство. Но вчера же сказал Кабинет Министров о том, что до конца недели одни будут разъяснения, до 20-го числа другие, те, которые жизненно важны для нас, те, которые определяют, как нам взаимодействовать с двум бюджетом. И сказали о том, что если нет сегодня, и мы письма написали, и в область, и в Кабинет Министров отправили по недостающим средствам по той субвенции, которая нам предоставлена на образование и на медицину. И изложили основания. Почему? Потому что у нас специфические учреждения, потому что мы оказываем больше видов помощи, чем это предполагается на обычный рядовой, там, лечебное учреждение и так далее. Поэтому все это мы ждем. И сказали же о том, Людмила Владимировна, что если будет необходимость, и через неделю можно собраться и внести эти изменения. То есть сегодня не надо трагически относиться к этому всему. Теперь что... Сирен, спасибо. Нет, подождите, по консенсационному совету. Мы сегодня уже собираемся. Сегодня опять-таки бюджетом уже утверждена сумма, и после определенных процедур мы уже можем с ней работать. Сегодня и вы член координационного совета, и все члены социальной комиссии. Есть предложения, в том числе и по пенсионерам бюджетной сферы, и по работникам бюджетной сферы. Давайте садимся и решать, что с этим делать, потому что деньги сегодня есть, нужно правильно и хорошо. Спасибо. Сирен Илья Николаевна, давайте больше. Да, я поставлю быстро. Значит, нам действительно надо принять бюджет, потому что надо жить. И прежде всего, конечно, и касается малозащищенных словёв населения. Я не буду повторять, я, честно говоря, от Ольги Васильевны хотел бы услышать не караун-ритульки, а какие-то конкретные от учителей всё-таки предложения, которые наверняка будут ещё трансформироваться и там 15 февраля, и так далее. Поэтому я обращаюсь со Светяне Кляхков к вам всё-таки с просьбой. Мы, Владимир Николаевич, поговорим о решении проблем. К сожалению, они не нашли поддержки на законодательной основе, когда мы начали разбираться. Для того, чтобы что-то решать, надо что-то предложить конкретно. Для этого давайте, вы подумайте, соберитесь с директорами школ. К сожалению, пример назову так, что дать взводу на то, чтобы местные органы власти, местных бюджетов могли компенсировать до 30% коммунальных услуг. Это надо отлечить. Второе. Восстановить муниципальные надбавки учителя. И так далее, и так далее. Вот эти препозиции надо готовить. И готовить срочно. Готовить сегодня и завтра, чтобы профсоюзы не писали документ, который, в общем-то, ни о чём, который они нам доделали обращение. Караул спасайте. А чего спасайте, они сами не знают. Потому что они не могут правильно почитать, а чего спасать. Так будьте добры, сядьте хоть раз и составьте такие вот свои предложения, которые должен с юристами, с юристами, профсоюзы поднять на профсоюзном уровне, выйти на Министерство образования Украины и давайте действовать. Они просто дикварируют. Я ещё раз хочу. Дайте законодательную базу. Будем разрешать. Роман, свяжусь, я тебе покажу. Я в них кладусь. А то и реверс, о котором мы сегодня говорили, который был на Рудимире, не завозлилила ця фраза. А то и реверс есть не что иначе, как великий государственный арман. Потому что в этом году микрофинансирование декабряный бюджет дав нам кроши. А на эту сумму декабряного бюджета, если мы больше, они забирают, в порядке того возврата, повернение из нашего бюджета. Того реверс, можно сказать, немного другими словами, только Дуринки Синий. Я хочу сказать буквально для каких-ликарских относительно того бюджета, который есть в этой улице. И никто не слышал. Бюджет этого года, он оставался так же, как бюджет прошлого года. И после суммы бюджета, которые выделялись в прошлом году, как на заработки, так на медикаменты, это хранится только системой, охраны здоровья, на медикаменты, на энергоносиев и на все остальные статки, то что выделяется в медикаментах, вроде бы и в харчевании. Та сама сумма, что и была в прошлом году, это такая самая рассчитана сумма, как и в прошлом году, это на медикаменты. Но только в прошлом году, что медикаменты подорожали на 160%. А харчевание на 160%. А продукты хороших харчевания, в среднем на 90%. Только при этом, если в прошлом году на медикаменты у нас было полтора миллиона, то в прошлом году заявлено на сумму 700 тысяч, в которой и врахованы на вирусные инфекции. Но только в прошлом году, я доведу вас для того, что вы просто измиры грошей в добрый. Если в прошлом году у нас было на харчевание 160 тысяч, в этом году 340 тысяч, ну 340 тысяч при увеличении цены на майже на 80% 500. Но тут есть один момент. Дали нам эти деньги, мы их разраховали, что там на зарплату, что там на насилии, что там на медикаменты, и что там на харчевание. Но самая остальная, что там на заборах, программа. Основная программа, по которой працюет наше место, это программа здоровья. Это дуберкульоз, это вич инфекции, это трансмотология. У нас есть дети и дорослые с пересадкой почки, с пересадкой печеньки, с пересадкой сердца. Это целое... А дети с муховистой дозой, мы знаем, в Ассалке вам 2 часа можно рассказывать про муховистой дозы. А что там, это витализирование, как оно не было, где 10-15 человек мы допомогали. А вич инфекции, а вич инфекции, чиновники и депутаты, в Минске Юж, где районы, где какие места, остаются в разы от Минске Южного, а инфекционные заболевания и так далее. Значит, вы понимаете? Так, вы понимаете? Мы говорим сегодня про дуберкульоз, про то, что нужно... Так, ясно, в Украине дуберкульоз уже стаёт непросто. Уже мы будем говорить про то, что дуберкульоз принимает заболевания сердечно-минфекционной системы. И на сегодняшний день, если у минулого года программа здоровья финансировалась из местного бюджета, и это была основная статья на медикаменты, на первую и вторую категорию этих дверей участников. Это дети и доросли большинственные показания. И это всё финансировалось из местного бюджета. То на сегодняшний день бюджет сформированный так, что нет права в местный бюджет даст двух бюджетных финансирования в бюджетных законах. Вот сейчас и осталось лекарство и лекарство и по себе. Мы не говорим сегодня про дебютную плату, но самостоятельно. И мы говорим про то, что після завтра остальное питание относительно хворобства к цифровому діабету, а у нас лекарство по цифровому діабету, и говорю про что? И про инсулины, и про первую и вторую категорию. У нас до 15, а сегодня как 14? Вчера уже встало. Вчера питание уже встало. Вчера питание стояло, а мне завтра треба забезпечивать людей инсулином. А питание вчера стояло. А то, что вы розповедаете про то, что министр, или премьер-миністр рассказывал, это того, что вы молодой, доверчиво. Мы наслухали за свое життя, что рассказывает, как министр, премьер-минстр, первой секретаре, я в этом и во вкоме партии Сити, что мы можем вам сами рассказывать про это в течение. То, что вчера рассказывал министр, то завтра мне требует проводить его в жизни, а я не могу его проводить до того, что у меня нет сейчас в ракуночок. И получилось так, что вот тот реверс, про которого мы говорим, он не торкается только тех министр районов, которые являются рецепієнтами. В Одессе области местные доноры, это, я имею финансовую баню, это два, это место Южный и Личевский. Да. Вот их все торкнуло. А почему их не торкается, где ты, где ты рецепієнт? Потому что они не имеют что их заимать. А нам дали, забрали, дали, забрали. Вот он и называется этим реверсом. И то получилось так, что тем, у кого не было своих, у кого не имеют свои гроши, им дадут в первую очередь. А у нас, скажем, забезпечуете зарахунок нашего местного бюджета. То есть я говорю, прошу, что, если, и в тот же час, мы говорим, все равно, не знаю, что, а какие пропозиции? А пропозиция вот такая. В прошлом году, в городе, коммунальней законной дурненской венская лекарь, на специальном лекарне, на специальном рахунке мали майже 800 тысяч рублей. Что-то там купили, оплатили за зарплатизирование и так далее. И все гроши, которые мы потрачали, которые мы заработали, через назначающие финансирование, мы потратили на певные цели, на медкоменты, на вакцины и так далее. Все гроши, которые мы заработали, провели через казначество, казначество их не провело, и остались мы пророжниками цього года. И на этот рік закладено, ворот, нулого года уроку, с местного бюджета, закладен бюджет, державный бюджет. Поэтому мы говорим про то, что мы уже повышаем бюджетный кодекс. Мы не можем зарахнуть бюджетного кодексу багажа заборгованность минулого года заборгованность местного бюджета. Вот и получается. То есть, это такая, бракание, я вчера это разрешил на заседание веконкома. Те гроши, хотя бы те гроши, которые заработают, бюджетные установки, это школы, это и лекарства, и полиэктиника, и так далее. То дайте нам возможности эти гроши використовувати не тогда, когда нам казначейство дозволит и раз рубль, а потом, что и загонит в долги. А через банки, для нас не имеет значения, это бы державный банк, или коммерсийный банк. Чтобы люди, зарабатывая эти гроши, могли бы им не распоряжаться. Это один из вариантов. Все-таки в месяц 30-40 тысяч это достаточно суммы, для того, чтобы решать хотя бы основные данные документы, где-то безумно. Так, следующий, кто? Так, я вам на секунду выписнишки, где-то. Я вам после такого не боюсь говорить, но все равно, у нас вчера была встреча с женщиной в городе, я хочу вам сказать одно, что, наверное, надо будет, как говорят, дитя не плачут, мать не разумеет, в любом случае обращаться и в кабмину везде, потому что не знают ситуацию. Вы понимаете, мы сегодня не районный центр сельскохозяйственного назначения, мы сегодня не районный, не какой-то город, который, в общем-то, легкой промышленностью занимается. Это город, который сегодня утром в 7 утра наполовину уезжает. Уезжает, нету, пустой город, нет взрослых людей, и которые приезжают либо не приезжают вечером. И поэтому сегодня говорить о какой-то другой постановке вопроса с грубыми продленными дня, с дополнительными занятиями обязательно надо и обязательно писать эти письма с привлечением профсоюзного комитета в опорте и завода, потому что это люди, которые должны работать и не думать о том, что у него ребенок бегает по улице. Они должны быть уверены в том, что эти дети... И мы всегда говорили спасибо нашим педагогам, потому что мы были уверены, что наши дети присутствуют. и это на этот акцент обязательно надо в письмах и в Кабмин, и в Министерство делать, потому что это город промышленный, где нет взрослых людей в течение светового дня. Спасибо. Хорошее предложение, чтобы отработать его, я... что именно акцент делает на том, что у нас люди уезжают и приезжают. Это с детьми кто-то должен работать во внеурочное время. И на это должно быть финансово. А государство на это финансы не дает. Так развлечить нам местные бюджеты. Но только у нас все эти динамы отработать, соль, и отработать, надежность вам помогите. Письмо конкретно я подпишу и решение всей сессии Минстерства. Каменный бюджет. Я хочу еще один вопрос от нашего бюджета. Там вы знаете, я смотрел до конца этот бюджет, что выделяется 4 миллиона гривен на достройку нашего исполкома. Ну я думаю, в такой ситуации, тем более после тех товарищей, которые сейчас выступали, Арман Васильевич, Олег Васильев, все что-то. Я считаю, что эти деньги лучше либо оставить, тем более, что еще приведут к справкам. Вчера на нашей комиссии рассматривались, чтобы достроить наш исполком, тогда предсказительно еще будет 25-30 миллионов. То есть мы 4 миллиона гривен эти сейчас просто заморозят. Опять же, вот это не застроено. Поэтому я думаю, что эти 4 миллиона гривен лучше либо перенаправить, оставить в резервном фонде, я думаю, пригодится для нашего города в Мушухах всего-таки все-таки 30-ти кушинок. Либо направить, я думаю, что вы все знаете, что у нас вот-то стоит проблема еще одного детского сада. Может, разработка проектной документации на сушенке постройку детского сада. Привязать потом дальше спасибо. Уважаемые друзья, я отъявил, как сентября, вы послушаете, что люди говорят, что-то стройка стоит, и там что там делать? Бельмо, вот, во что мы приключаем эту стройку в город. Поэтому мы ее постигнули. потихоньку должны каждый год, я вижу, мы его сразу закончим, но потихоньку я бы закрыть ее, чтобы дети не ходили, не прыгнули, чтобы не было небезопасно для детей. Это одно. Второе, уважаемые друзья, не увязывайте деньги на бюджет розыску и в бюджет больницы. Это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Мы не можем, я еще раз сказал, независимо от стройки мэрии, будем мы строить, не будем строить, у нас деньги есть в резерве для образования и для медицины. Это деньги мы с бюджета розыску не можем снять и направить в другое направление. Оно имеет целевое направление. Я вас очень прошу. Просто здесь немножко сориентируйтесь, так ли. Так, еще вопросы. Все? Нет, в форму еще. Давайте. Очень поддерживаю все то, и надо принимать. Друзья, уважаемые коллеги, давайте мы разработаем какую-то одну философию тех требования, которые сегодня нам надо принять в предстоящей организации. Очень быстро, буквально 3-4 пункта, и очень бы хорошо, если чем больше организаций туда направить, а у нас очень много, каждый, так сказать, по министерству, областной совет профсоюза, областная организация, Горано, конкретные свои предложения, потому что я, как представитель правком Гриботова, не знаю, как правильно сформировать то, что вы требуете. И надо очень быстро, иначе, так сказать, поближайший камень ничего не будет. Другого, когда нас нет. Просто или добиваться, и параллельно второй вопрос. Самый опасный, я сегодня собрал свои активы, сказал, вот это подъятие бюджета, новых народных кодексов заставит где-то нас грезиться на местах. Вот это самое опасное, что может быть. У меня, когда потеряем голову, и начнем обвинять друг друга, кто виноват, это все, дадутся того, чего хотят. Наоборот, мы должны скучковаться, поддерживать друг друга, и найти выход. Ведь сколько есть, организаций, общества и прочее, мы найдем выход, как помочь сегодня, особенно бедствующим. Поэтому вот этот второй вопрос, самый такой, над которым надо разговариваться. Хорошо. Давайте вот так, дадим вот такое доручение, управление депутатской комиссии социального розвитка, то, что как раз они высказывали свои думки, радость с нашим фондом, Ларисой Лориной, финансами, юристами, и працювати против двух дней, и працювати за моим підписом, за доручением сессии миссии мы отправим або в кабинет министр або в Министерство финансовое информацию. Да, да. Министерство финансовое и в Министерство освятия. И мы отправим, а еще в кабинет министр финансовое кабинет. И дать вот это, что сказала Тетяна Ивановна, что действительно, что у нас другой режим работы в месте, что у нас дети должны быть после школы в давляднике. Вспомните дорогие депутаты, которые представляют ЗОООО. Да, да, да. Так, уже есть вопрос? Нема? Дорогие. Голосуем? Котряск, вы больше, чем депутат судебный вступаете. Двое хвилини, я все время пошел. Я тут еще раз знаю, что у меня есть история. История моего основателя было бедно в Учинское село, скинулося на трех детей, которые попали в Сербайдине. Один приехал встал головой полоски в городянский час орденомосец Ленина. Другая стала директором школы, депутат парковной ради СССР Один у нас Ленина. Третий стал головой сельской ради, так что в школе не было, в Сині не было голодомого. Я просто говорю, что, возможно, этот момент у нас есть такой, чтобы все обратили внимание на то, кто учится наших детей. Можливо, этих моментов не будет много, я говорю, чтобы их не было, но даже этот момент, когда у нас будет пів месяца, у нас будут серьезные проблемы. У нас учитель, который должен делить класс на две группы Духринский Логрих носил по 15 зошьей, сейчас он будет проверять 30 зошьей. По-перше, подъекте. Ясно, что 4 нормальные в 4 не будет этого понижения, это будет очень важно. Но что мы можем делать на своем улице? Мы муниципальную надбавку можем попрацювать над ней? Можем. Мы можем. Подписывайтесь еще раз. Подписывайтесь еще раз. 20% по-моему, от нашей школы 7-4 живем на квартирах. Мы просим уже больше 5 лет. Он у нас проходили кандидатом, депутатом, мы поселили. Друзья, приезжают люди, живут на квартирах. При этой заплате, при этой педагоге заплатить, это тяжело обращать. Можем попрацювать над программой, чтобы дали недоплату, квартиру подняти на декорице. Мы уже говорим о проценте, но он пишет на месте. И им приезжают в бумаге. Дише, ну послушайте, подожгай, давайте так вот, вонас обвинувачив, что вы не пишете программно, давайте, або оберайте нашу голову в простому суде, в Минску Раду, который пишет программу, но и что приходят в Минске Голубав, приходят депутаты, приходят люди, которые за них пишут, что учитель говорит, что вы не пишете, что вы не пишете, давайте еще раз говорите, что проблема житло, и проблема мы не пишем. Тарас, вы поступите, вы сегодня высловились дважды, но конкретные пропозиции повторились, то, что мы говорили, вы ничего не сказали, просто говорите ради того, что вы патриот, мы все патриоти, теперь относительно квартиры, я был у вас в кабинете, вы в кабинете запросили вчителя и сказали, чтобы допомогить ему гуртожинку, так? Так, я сказал, пишите заяву, пишите, где заявка? Где заявка? Вам дать відповідь? Да. Заява написана на ученика управления. Нет, я говорил, напишите имя на вас, я же вам сказал про себя. Почекайте, я написал заяву, Ширкану, писал вас, написал заяву, но у меня цели двои живут у меня на квартире, у меня еще 5 живут на квартире, я снимаю квартиру. Тарас Михайлович, я повторюсь, шановні, не треба никаких программ писать, я никаких программ не треба писать, треба одне зробити, написать заяву, прийти до мене, всего лишь, и больше ничего, вы мне два года говорите, что треба вчителях квартиры, я говорю, прийдите, скажите, а вы в политику переложите, и совсем, вы сказали, и ждете другое сези, чтобы сказать, третье сези, не говорите больше, прийти до мене и вырежьте, и все, пока вы ставите заявку. Вы не правы, вы должны были сами на себя написать эту заявку. Ну правильно, так выходит, так выходит. Если кто-то хочет решить вопрос, он ставит вопрос и решит до конца, а не просто на каждой сессии, на каждый сезон выносит, и от нее тоже говорит. Все, кто за? Голосуемо себе, вы еще не голосуете? Сколько? 25. Кто против? Кто утримался? Все, дякую. Два утримались. Так, такое питание, приняли все. Так, смотрим до рейса, и поведение рекламы, то есть у нас все выбирают, или вы ставите все? Есть. Есть. Есть? Есть. Есть. Уважаемые депутаты, когда здесь, когда кто-то выступает, сразу возникает вопрос, чей интересы представляет этот человек, и кто его против здесь выступает. Вот сразу хочу сказать для всех нас, наперед, предупреждая все вопросов, выступаю лично от себя, и даже не как депутата, как житель города Южного. И чей интересы снял я. Да. Роман Васильевич, так было понятно. Так я вот хочу сказать, значит, в этих наших тяжелых условиях сегодняшнего положения, я абсолютно согласна с вступлением депутата, что надо друг друга поддерживать, и искать пути выхода, а не обвинять друг друга, как Сергей Николаевич, значит, Ольгу Васильевну. Я вам должна сказать, хотя многие лет по образованию, и знала те моменты, которые мы могли дурить государство. Вот даже сейчас, там тоже видна сидят умные люди, знают, как вот эти вот моменты предупредить. И, ну, невозможно найти эти выходы. Но у нас есть депутаты областного совета и депутаты Верховной Рады. И я думаю, что некоторые даже и фамилии забыли, кто у нас депутат областного совета. Так я хочу вам напомнить, это Андрей Павлович наш Аносов и Чербальжин. Буда три назад я была на... Однажды попала на отчет Ивана Михайловича, где он отчитывался перед работниками тогда первого детского сада в рабочее время, потому что собирал, и пенсионерами Порта. Все, больше я не слышала отчетов. Аносов вообще отчета никогда не слышала. А вот тут документы, я почитала, все-таки нашла, в какой же комиссии Аносов. Аносов пишет, что я являюсь, вхожу в комиссию межрегионального и международного сотрудничества. Казалось бы, нам сегодня очень бы это надо было, чтобы нашему городу каким-то образом Аносов мог помочь. К сожалению, я отлично. Может быть, кто-то из вас это знает, но я не видела, чтобы Аносов помогал городу. А почему я сейчас об этом вспомнила? А потому что в свое время исполком городского совета принял список людей народные заседатели. Я не буду сейчас называть фамилии и причины, по которым там поменяли людей. Если говорить об Аносове, то это, знаете, как на уровне детского сада если кто-то заинтересуется, почитайте в интернете. Причем не в прошлом детском, не основном детского сада, а младшая городского группа. Потому что там те аргументы, которые он приводит, это просто, ну просто смешно. Я говорю о другом. Было принято решение исполкома. А Аносов, как депутат областного совета, наконец-то вспомнил про Южный и первый раз за весь период, за всю каденцию решил вопрос по-южному. Он вычеркнул некоторые кандидатуры и вставил другие, которые на его взгляд более заслуженные. Ну, я не говорю о людях, кого вычеркнули и кого добавили. Это нормально. Я говорю о том, что если есть депутат областного совета, то он, наверное, каким-то образом должен обращаться, ну, вспоминать о том, что есть город, потому что сегодня мы не знаем о их работе. И даже, по идее, депутат областного совета должен присутствовать, ну, не должен, но, по крайней мере, если он настоящий депутат, он заинтересован в том, чтобы бывать на сессии городского совета и знать проблемы города. К сожалению, мы этого не видим. Так выборы в этом ходили. Мы все это знаем. Прошуя, уважаемый господин, у нас все время. Уважаемые коллеги, я, чтобы я больше поинформационный, на нашу депутатскую комиссию поступило заявление по депутатской комиссии по социальному вопросу. Там, так сказать, что не было, я не передать вам. Через почту? Да, зарегистрировал. Значит, по ситуации, которая сложилась в четвертой школе, Дораз Михайлович он ушел в жаль. А, он тоже. Значит, вот, то есть, сейчас он сложилась в четвертой школе. Там была проблемная ситуация с заместителем директора школы по языковому вопросу. Значит, в разговоре с учеником сделали замечание о том, что он называли на русском языке. В результате были жалобы родителей и ребенок перевелся в первую школу. После этого было, я так понимаю, что Управление образования принимало там решение и разобрались в ситуации. Но, после чего, было еще выступление на репосте директора школы и заместителя, где они уже обращают внимание на депутатский корпус. То есть, были сказаны, что это, извините меня, мы все вчерашние депутаты. Вот, и непосредственно по Шубейке Коле Василии были сказаны, что это заказов и так далее, и так далее. У меня просто просьба сейчас, мы на наших депутатских комиссий совместно приглашали сюда директора школы и заместителя, их не было. Тогда мы, как правило, занимались буквально вопросами, мы не смогли вас пригласить. Поэтому у меня просьба сейчас, две комиссии наши по законности и социальные комиссии и вас, чтобы мы обсудили этот вопрос и задержали внимание еще вважаю, что вас есть? Нема. На этом заседании 42-й тюрьмовой сетчет продолжаю закрыть. Кто сдал на прогулы, прошу вас у вас. Кто против? Время не спрятать. Дякую всем. Только что прошла сессия городского совета, здесь основным вопросом осуждался городской бюджет и его перспективы и сложности. Интервью мы записывать в этот раз не будем. У меня садится батарея, всего осталось 8%, поэтому на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Смотрите, также нас сегодня днем включения репост онлайн. Редактор субтитров Корректор А.Егорова А.Егорова